Ни рыба, ни мясо – это не характеристика, а не писанный закон для тех, кто вчера отпраздновал свой международный день. Из 7 миллиардов людей на планете – миллиард вегетарианцы, то есть каждый седьмой не ест мясо. Причины у такого явления разные, но чаще всего отказ от мяса – это не просто гастрономическая прихоть, а следствие убеждений человека. Я решила стать вегетарианкой после влияния моей старшей сестры, но большим эффектом на меня повлияла экологическая ситуация, и это стало моей главной причиной на данный момент. Выращивание животных очень сильно влияет на глобальное потепление, особенно коровы, то, сколько тратится ресурсов, земли. После эта земля вся истощается и непригодна больше для выращивания, и она становится как пустырь. Я вегетарианка уже 10 лет, я не ем мясные продукты. 10 лет назад я решила, что пришло время отказаться от потребления мяса в пищу. Вегетарианство – это в первую очередь проосознанность. Часто, когда мы покупаем какую-то еду, мы не думаем, какая история стоит за этим. Покупая кусок мяса, мы не думаем о том, что это живое существо, у которого есть такие же эмоции, как у нас. Несмотря на сочувствие к животным, еда растительного происхождения может показаться пресной и невкусной обычному человеку. Когда наступает голод, большинство из нас представляют себе мясо, ну или хотя бы аппетитные морепродукты. Но такие стереотипы опровергают те, кто является профессионалами в области приготовления пищи. Возьмем хотя бы роллы сайтана или васеку. Базовые продукты – это листы сушеных водорослей нори, японский отварной рис, авокадо, болгарский перец, сыр тофу и огурец. Как показывает практика, все больше и больше вегетарианская кухня, вегетарианские блюда набирают обороты. Может быть это связано, так сказать, со здоровым образом жизни. Кто-то, понятно, что по каким-то там своим мотивам не ест мясо и придерживается вегетарианства. В последнее время очень много приезжает иностранцев. Рады любому гостю, рады всех накормить вкусно, быстро. И в том числе, конечно, гостям, которые пришли попробовать отведать вегетарианские блюда. Путь к сердцу вегетарианца усеян овощами и орехами, листьями салата и сельдерея, фруктами и ягодами. И истинный вегетарианец разбирается в тонкостях и питательных свойствах любого блюда не хуже, чем профессиональный диетолог. Но стоит ли бояться отказа от животной пищи и обязательно ли вслед за этим наступят негативные последствия для организма? Без помощи профессионального медицинского работника здесь не разобраться. Те вегетарианцы, которые отказались только от мяса, в общем-то, относительно благополучные. Можно о них не беспокоиться. А вот у всех остальных могут быть некоторые проблемы при несбалансированном рационе питания. То есть у них может наблюдаться недостаток витамина В12, так как это чисто животный витамин. Его нет в растительном мире, он содержится в мясе, рыбе, молоке, яйцах. У тех вегетарианцев, которые не используют молочные продукты, может быть нехватка кальция. В таком случае им нужно более широко использовать растительные продукты, которые богаты кальцием. Это капуста брокколи, морская капуста, семена кунжута, миндаль, соя, бобовые и так далее. Или получать кальций тоже в виде каких-то минеральных добавок. У вегетарианцев с несбалансированным рационом питания может наблюдаться недостаток железа в крови. Им тоже нужно использовать те продукты, которые содержат вот этот минерал. Каждый выбирает сам, как ему жить и что есть. Главное не навредить своему организму и чувствовать себя счастливым.